Есть факты, есть слухи, а есть бредятина просто. Так вот, факты — это то, что русский человек — это не самый пьющий человек в мире. Раз. Фактами является то, что обращение в наркологические специализированные учреждения — это абсолютно нормальное явление. Для Америки, для Англии, для Германии. Факт. Факт — то, что при проведении октабе-феста, ну, пивом в фестивале, есть специальное место, где стоят скорой помощи, ну, с капельницами. То есть все нормально. Пили, болели, лечились. Насколько это нормально для человека, ну, после употребления или переупотребления алкоголя, прийти, получить качественное медицинское обслуживание? Да, абсолютно нормально. И поселок Брусково — это не то место, куда надо ехать и тыкать пальцем. Сюда надо ехать за помощью. А вот о помощи, которую здесь оказывают, мы и поговорим. Наше общество больно, по сути. И лекарства придумаем мы не скоро. Потому что нам и сейчас с детства внушают необходимость искать врага везде. Враг — американский политик. Враг — директор-олигарх. Враг — учитель, ставящий двойки. Враг — отец или муж, потому что пьет. И все это очевидная глупость. Давайте спокойно разберемся. Американский политик заботится только о своем народе. И на остальных ему, по сути, по барабану. Директор, и особенно сегодня, вынужден выживать, используя не самые популярные меры. Педагог, по сути своей, умнее в разы. И поэтому, извините, но прав в 95% случаев. Теперь про алкоголиков. И это и для жен, и для параноиков-трезвенников. Все проблемы человеческие и болезни появляются по глупости. Первая причина простуды — это и сквозняк, и легкая одежда, и невнимание. Отравление случается тоже по глупости. По глупости мы, ну, по крайней мере, в России ловим рак, потому что не замечаем боли. А надо бы слушать организм. При этом по болезни мы обращаемся к врачам, и больного называем, ну, никак не придурком, тварью и скотиной. Этими дивными выражениями зачастую награждают того, кто обеспечил вас, дорогие, жильем, транспортом, золотом и шмотками. За кого вы энное количество лет назад выходили замуж, ориентируясь на силу и нуждаясь в защите. Что, Америку для вас открыл? Так вот, человек, употребляющий алкоголь, рано или поздно столкнется с тем, что упрется в рамки организма. И кто-то сопьется, кто-то самый продвинутый поймет, сколько можно, а сколько нельзя. Причем помощь и первому, и второму, а раз-два в год второй все-таки переберет, оказывают наши врачи, наркологи. И обращаться за помощью к специалистам необходимо. Здесь, в областном наркологическом диспансере, помощь эта оказывается на высочайшем уровне. И теперь запомните все. Агрессию в отношении близкого необходимо отменить. Агрессия вызывает еще большую агрессию пьяного человека. Лучше ласково посоветовать полечиться. Взять такси, привезти любимого или любимую сюда. И поверьте, это будет лучший и самый правильный выход. За небольшие деньги вам помогут анонимно и быстро. И если пациент сам захочет, то продолжит лечение. Но есть возможность полечить и вылечить близкого и бесплатно. На сегодняшний день наше отделение на 85 коек является, видимо, крупнейшим в нашем регионе, где помощь оказывается на достаточно высоком уровне, как лицам мужского пола, так и женского. Причем, естественно, мы стараемся как для одних пациентов, так и для других создать соответствующие условия. То есть имеют люди отдельные туалетные комнаты, отдельные умывальники, все разделено. Все как в обычной нормальной больнице люди получают медицинскую помощь. Что касается наркоманов, то в настоящее время для лиц, страдающих наркотической зависимостью, выделено отдельно 30 коек, где они получают соответствующее лечение. Причем в настоящее время там руководит отделением, квалифицированный, грамотный врач. Можете заехать, посмотреть, так что помощь будет оказана всему населению нашего города с наркологической помощью. Что же касается нашего отделения, то мы, видимо, в течение 10 лет отрабатывали технологию оказания медицинской помощи наркологическим больным. На сегодняшний день она, видимо, уже доказала свою эффективность и результативность. Скажем так, что купирование острых абстинентных состояний, психотических состояний, прерывание запоя у пациента происходит не более чем через суд. То есть через 24 часа человек чувствует себя значительно лучше, ну, в процентах на 80, чем с момента его поступления. Кроме всего прочего, у нас очень низок процент смертности. В этом отношении мы являемся лидерами в Челябинской области и вообще в регионе. Так, по сравнению с другими, так сказать, лечебными учреждениями данного профиля, этот показатель в десятки раз меньше. Ну, где-то в 10 раз меньше. Кроме всего прочего, процент инвалидизации, то есть понятно, что алкоголь поражает практически все органы системы, в том числе и центральную нервную систему. У нас крайний низок, практически он равен нулю. Почему мы вам не показываем ужастики про пьяниц? Да потому что их здесь нет. Буквально через час-два тот, кому было плохо, не буянит здесь, а спит. Снижается нагрузка на печень и сердце, восстанавливается эмоциональный фон. Больной не выходит из-за пояс, тиснув зубы и проклиная все и вся. Болевая нагрузка снижается в разы. А через день-два это абсолютно трезвый человек. Через неделю он и смотреть-то на алкоголь не будет. Потому что привычка употреблять попросту прервется. Ведь именно две недели после употребления алкоголя он полностью выводится из организма. А через год, и это в случае кодировки, организм придет в состоянии молодого. И первая рюмка будет сопровождаться таким же негативом, как это было после первого перепоя в жизни. Ну, лет в 14-16. Так что лечение и кодировка – это важный и необходимый процесс, позволяющий, если не отбить у человека полностью стремление к употреблению алкоголя, то, по крайней мере, научить, сколько и чего можно употреблять, без тяжелых последствий. Если бы мы находились где-то в районе правого берега, безусловно, видимо, как мне кажется, и поток больных, и, так сказать, был бы значительно больше. Естественно, мы бы могли оказывать помощь большему количеству пациентов. В силу того, что территориально, ну, зашел человек, получил соответствующее лечение и ушел. Вопросов нет. То есть у нас же не только стационарная помощь, она может вестись амбулаторно. То есть человек приезжает ежедневно на какие-то процедуры, получает их, не отрываясь от семьи, от дома и так далее. Но в настоящее время акцент сделан на оказание стационарной помощи. Видимо, повысилась бы у нас и выявляемость этими заболеваниями, ну, и прежде всего, конечно, как я и сказал, доступность просто-напросто. Ну, и учитывая, так сказать, скажем, пожелание, что бы хотелось, конечно, площади должны быть немножко побольше. То есть они должны быть более комфортабельные палаты. То есть наркологическая помощь должна оказываться как и терапевтическим, хирургическим больным, в нормальных условиях, так сказать, не стеснен, как у нас, вот вы видите, по несколько человек палаты просто забиты. Многие вопросы, конечно, решались более хорошо. Ну что же, в этом и есть факты, что они все так плохо в королевстве датском. Естественно, хотелось бы, чтобы палаты были чуть больше. Естественно, хотелось бы и тишины, и спокойствия. Естественно, хотелось бы, чтобы была не промплощадка. Но оно и то хорошо. И что порадовало, так это то, что сюда люди едут с энтузиазмом, потому что знают, что здесь им помогут. Причем едут не только мужики, едут везут и женщин. И вновь было замечено, что как-то в присутствии женского пола это немножко совсем по-другому стало. То есть и мужики прихорошились, и девушки. Ну, а пил человек, ну пил, пьет и, наверное, будет пить. Только главное, чтобы он после этого не терялся, а точно знал, куда приехать за помощью. А так, приехали сюда, полечились. Кстати, получили медицинскую справку о том, что вы были на больничном. Вот. И все. То есть не попадаете ни под увольнение, ни под сокращение. Субтитры создавал DimaTorzok